Благослови, Душа моя Господа, благослови неси Господи. Здравствуйте, дорогие братья и сестры! Сегодня в субботу за богослужением читается Евангелие от Матфея, с 24 стиха 7 главы по 4 стих 8 главы. Послушаем это евангельское зачало в прочтении Отца Александра. Речи Господь, всяк иже слышит словеса моя сия и творит я, уподобляй го мужу мудру, иже созда храмину свою на камени, и сниди дождь и придоша реки, и возвейша ветри, и наподоша на храмину ту, и не подеся, о снова на бобе на камени. И всяк слышит словеса моя сия, и не творя их, уподобится мужу уродиву, иже созда храмину свою на песце, и сниди дождь и придоша реки, и возвейша ветри, и опрошася храме не той, и подеся, и бе разрушение я велье, и бы всегда сконча Иисус славеса сия, дивляхуся народе о ученье Его, бебо уча их, яка власть имея, и не яка книжницы и фарисеи. Сшедши же ему с горы, вслед Его идяху народе мнози, и сепракожен пришед, кланяшися ему глаголя, «Господи, аще хочешь и можешь имя очистить?» И простер руку Иисус, коснусь ему глаголя, «Хощу очиститься!» И обе очистись ему проказа, и глаголы ему Иисус, «Виждь, никому же повешдь, но шед покажись и реви, и принеси дар, Его же повелев законимый сей, во свидетельство им!» Предлагаю прочитать этот текст в русском синодальном переводе. «Итак, всякого, кто слушает слова Моисеи и исполняет их, уподоблю мужу благоразумному, который построил дом свой на камне, и пошел дождь, и разлились реки, и подули ветри, и устремились на дом тот, и он не упал, потому что основан был на камне. «А всякий, кто слушает сии слова Мои и не исполняет их, уподобится человеку безрассудному, который построил дом свой на песке, и пошел дождь, и разлились реки, и подули ветры, и налегли на дом тот, и он упал, и было падение его великое. И когда Иисус окончил слова сии, народ дивился учению его, ибо он учил их, как власть имеющий, и не как книжники и фарисеи. Когда же сошел он с горы, за ним последовало множество народа. И вот подошел прокаженный и, кланяясь ему, сказал, «Господи, если хочешь, можешь меня очистить». И Иисус, простерши руку, коснулся его и сказал, «Хочу, очистись». И он тотчас очистился от проказы. И говорит ему Иисус, «Смотри, никому не сказывай, но пойди покажи себя священнику и принеси дар, какой повелел Моисей во свидетельство им». В древности проказа была самой тяжелой болезнью. По слову Иосифа Флавия, с прокаженными обращались так, как будто бы они были уже мертвыми. Как только устанавливали, что человек заболел проказой, его окончательно изгоняли из общества. Книга Левит дает такое установление. «Во все дни, доколе на нем язва, он должен быть нечист. Нечист он. Он должен жить отдельно, вне стана, жилища его». В эпоху Христа прокаженным в Палестине был запрещен вход в Иерусалим и во все города, имевшие стены. Не было другой такой болезни, которая бы настолько изолировала человека от его собратьев. И вот такого человека исцеляет Господь. Святитель Иоанн Златоуст обращает наше внимание на то, что прокаженный с великой горячностью просит Христа, просит с искренней верою. «Если хочешь, можешь меня очистить». Не сказал, «Господи, очисти!» «Но все припоручает ему, его воли предоставляет исцеление и свидетельствует о его высочайшей власти». Мы видим, что прокаженный подходит ко Христу с величайшим доверием. Он не сомневался в том, что если спаситель захочет, он сможет его очистить. Ни один прокаженный никогда бы не подошел к артодоксальному иудею. Он знал, что его побьют камнями. Но Господь расположил его сердце к себе, тем самым показывая и нам с вами, что никто не должен чувствовать себя слишком нечистым, чтобы подойти ко Христу. Мы также можем поучиться у прокаженного смирению. Он не требовал исцеления. Упав перед Господом на колени, он лишь сказал, «Господи, если хочешь, можешь меня очистить». Эти слова говорят о смиренном сердце, которая, сознавая свою нужду, обращается к Спасителю. И вот такое обращение снискало благоволение Господа. Во-первых, и прежде всего, Христос проявил сострадание. Закон требовал, чтобы любой человек избегал прикосновения к прокаженному, потому что это угрожало осквернением. Но Господь не только подпускает к себе прокаженного, но и простирает к нему свою руку, касаясь его. Архиепископ Аверкии Таушев пишет, «Прокаженный с глубокой верой смело нарушает закон, запрещающий ему подходить к здоровым, чувствуя, видимо, что среди них находится сам Господь. Его просьба об исцелении полна столь глубокого смирения, сколь и веры в чудодейственную силу Господа. Исцеляя, Господь коснулся больного, желая показать, что он не связан никаким законом, запрещающим прикосновение к прокаженному, что для чистого нет ничего нечистого, и выражая этим жестом чувство глубокого сострадания к несчастному. Для Спасителя в жизни существовало только одно стремление – помогать. И только один закон – закон любви. Стремление к проявлению любви было превыше всех прочих норм, законов и уставов. Господь своими словами «хочу, очистись» и прикосновением исцеляет прокаженного. И по слову евангелиста он тотчас очистился от проказа. После этого Христос отправляет исцеленного к священнику для принесения жертвы за очищение, как было установлено в законе Моисея, прося никому ничего не говорить об исцелении. Блаженный Феофилак замечает. Заповедует прокаженному не сказывать никому о нем для того, чтобы и нас научить не искать похвалы от тех, кому благотворим. Сегодняшнее евангельское чтение, дорогие братья и сестры, научает нас даже в самых трудных жизненных ситуациях не отчаиваться, но с доверием к Богу и смиренным сердцем просить чудесного участия Его в нашей жизни. Ведь чудо не может совершиться само по себе. Оно есть соединение усилия воли человека, преисполненного веры, с беспредельной благодатью Божией. Помогай нам в этом, Господь! Благослови, Душа моя, Господа! Благослови, Господи! Благослови, Господь! Благослови, Господь! Благослови, Господь! Благослови, Господь! Благослови, Господь! Благослови, Господь! Благослови, Господь!